Доброго времени суток еще раз, я на разгрузочке. Просто заметила такую прикольную штучку. Компашки, они по-своему оформляют свои территории, каждая компашка, да, но здесь прикольно сделали для рабочих вот такие вот скамеечки и прикольные водопады мини-тюрные. И, ну, чтобы человек вышел, вышел там, например, на обед или куда, чтобы немножко отдыхал, да. Сегодня немножко хмуренький денечек, но при всем при этом красивый. Красивый денечек. И вот такой водопадик для души, да. Водоемчик такой крутой сделали. Супер, супер. Посидеть можно. Отдохнуть. Птичка какая-то классно поет. Может, даже и лягушка. Лягушки, наверное. Классно. Красиво. Очень круто. Пойду я в машину. А то, не дай бог, еще скажет, нельзя здесь снимать. Всю проблему буду иметь. Мне они, иногда компании не любят, когда ихнюю территорию снимаешь. Ну, а я покажу вам, где я запарковалась, где меня разгружают. Как я и сказала, это огромная компания в предыдущем ролике. Мне босс уже нашел загрузочку. Едем мы на Кензис-Сири. Город Кензис. Давненько я там уже, кстати, не была в городе Кензисе. Поэтому. Ну, даже русская береза есть здесь. Тоже здорово. Очень редко в этой местности, в нашей, встретишь березы русские. Очень-очень редко. Здесь курилка сделана для рабочих. Ну, обычно, я говорю, компашка не делает все условия для рабочих людей. У нас в Америке уже давно запретили в зданиях нельзя курить. Поэтому людям делают такие вот удобные места, чтобы человек мог выйти, покурить там, кофе попить, посидеть на свежем воздухе летом. В летний период, конечно. И вон моя лошадка стоит. Ждем. Когда нас разгрузят. И таких, как я, здесь много. Здесь много. Ну, че, друзья. Спасибо, что за мной проехались. За то, что прошли со мной. Предыдущие ролики, я имею в виду, проехались. Я уже думал, что сегодня еще такого интересного не будет вам снять. Пусть смотрю такой красивый пейзажный прудик. Сходили, посмотрели вместе. Спасибо огромное, что вы со мной. Я к вам вернусь. Ах и дерзай. Спасибо.